В прошлом году наша страна заняла 34 место в рейтинге достижений цели устойчивого развития, ЦУР. Свой вклад в этот процесс носят и молодежные послы. И сегодня у нас в гостях Стефания и Виталия Винничек, молодежный посол цели устойчивого развития. Стефания, Виталия, как тут лучше обращаться к тебе этим утром? Стефания, Виталий или как-то сокращенно можно? Можно по сокращенному Стефа. Стефа, доброе утро, как тебе у нас в студии? Доброе утро, очень ярко, сказочно и, мне кажется, очень по-бодрому. Стеф, почему таким важным оказалось участие молодежных послов цели устойчивого развития Беларуси в международном молодежном форуме стран СНГ? На самом деле это действительно важное для нас мероприятие, поскольку оно должно было проходить с 2020 года, но вследствие пандемии оно несколько раз переносилось. То есть изначально оно должно было проходить в Москве, после его перенесли в Баку, в Азербайджан. Ну и вот уже наконец-таки, после долгих откладываний в долгий ящик этого мероприятия, оно все-таки состоялось в городе Москва, в Российской Федерации, где молодежные послы цели устойчивого развития ехали с неким опасением о том, что их какие-то знания, опыты, проекты будут непригодны для мероприятий такого уровня. Однако, как по итогу оказалось, это был действительно ключевой момент, поскольку все участники, а их было порядка ста человек на данном форуме, после называли белорусских послов монстрами ЦУР. Монстрами ЦУР? Да. И это закрепилось? Это за нами закрепилось, да. Но я так сразу отмечу, что это в хорошем свете, в хорошем ключе, поскольку идеи, которые мы преподносили, они были исключительно на добровольных началах. И у наших коллег из стран СНГ абсолютно в голове не укладывалось, как такие проекты масштабные можно производить, не извлекая от этого какую-то коммерческую либо персональную выгоду. То есть исключительно на благо общества, государства, ну и, грубо говоря, своих товарищей, сверстников семьи. Вот теперь мы с вами знаем, где креативный кластер СНГ находится в Беларуси. Возвращаясь к теме нашей беседы, расскажи про проект молодежного цифрового омбудсмена. По возвращению с Международного молодежного форума стран-участников СНГ по целям устойчивого развития, у нас появилась подобная инициатива в Республике Беларусь, которая называется «Дипломатия будущего». Она делает ключевой акцент на том, чтобы посетили разного рода представительства посольств в Республике Беларусь, страны СНГ, наши студенты, международники, которые увлекаются этой тематикой. Мы таким образом посетили ряд посольств, и как раз таки финальным мероприятием было представить свой проект в области дипломатии. Но так как проект называется «Дипломатия будущего», соответственно, надо было придумать что-то абсолютно новое, оригинальное. И как раз таки на вот этом форуме, международном молодежном форуме по ЦУР СНГ, мы придумали такую концепцию цифрового омбудсмена. Он есть в Российской Федерации, где как раз таки студент, тоже студент из юридического факультета, занимается вопросами популяризации прав человека в интернет-среде. И мы подумали о том, что, в принципе, перенять этот опыт из Российской Федерации на Беларусь, сделать его более актуальным в связи с тем, что у нас был недавно открыт Национальный центр в защите персональных данных, приняты нормативно-правые акты в этой сфере. Мы поняли, что мы можем распространять это и рассказывать доступным языком нашей молодежи. И, в принципе, продолжать рассказывать и отставить интересы своей страны в таком государстве под названием интернет, со своими условиями, участниками и правилами. Стэф, ты говорила о том, что вы посещали посольства разных стран. А каких именно стран? Это было посольство Азербайджана в Республике Беларусь. Причем встреча прошла на достаточно высоком культурном уровне, поскольку нам продемонстрировали и какие-то культурные образы, и культурные наряды. Даже кухня азербайджанская была представлена на этом вечере. С нами лично общался посол, представитель в Республике Беларусь из Азербайджана. И в скором времени как раз-таки договорились о том, что у нас будет телемост с такими же молодежными посланниками цель устойчивого развития уже в Азербайджане, для того, чтобы могли налаживать международное сотрудничество в дальнейшем. А также посетили посольство Казахстана в Республике Беларусь и как раз-таки ознакомились со всем полномасштабным зданием, где есть даже свой какой-то футбольный теннисный корт, где можно поупражняться, позаниматься спортом. А также пообщались с дипломатическими представителями из Казахстана и также обсудили вопросы сотрудничества в области науки, инноваций и культуры. А если кто-то вот у экранов телевизора посмотрел, то как ты рассказываешь, а я тоже хочу, я тоже хочу стать послом, развивать цели устойчивого развития. Что нужно сделать пошагово, чтобы стать частью вашей команды? Я даже обрадую наших зрителей, потому что в скором времени у них появится такая возможность. Послы и цель устойчивого развития третьего созыва, конечно, были хороши, но новый созыв будет еще лучше. Его мы будем набирать в октябре-ноябре месяце этого года, где как раз-таки нужно будет искать конкурсную заявку и заполнить ее, выбрать для себя приоритетную цель, которая наиболее интересует участника. Предположим, возьмем цель партнерства в интересах устойчивого развития. Он мечтает быть заседатым международных дипломатических приемов, налаживать партнерские связи. И он должен расписать концепцию, как он видит эту цель и свой личный вклад в достижение этой цели в Республике Беларусь. Соответственно, экспертная комиссия из представителей министерств, ведомств, молодежных организаций будет отбирать лидеров уже также по коммуникативным качествам. Ну и пройдя вот эту процедуру двухэтапного отбора, у нас появится новый четвертый созыв молодежных послов в цель устойчивого развития уже в этом году. Ну, учитывая, что это молодежные послы, возрастные ограничения для молодежных послов какие? С какого возраста уже все? Ты не молодежный посол. Стоит, наверное, сказать, что у нас мы только ограничиваемся студентами в этом плане, но, тем не менее, послами цель устойчивого развития могут стать студенты 2-3 курса, дублерами послов цель устойчивого развития могут стать студенты 1 курса, волонтерами цель устойчивого развития, институт, который мы создали в этом году, можно стать со школьной скамьи, продолжая ее уже в студенчестве. Ну, мне кажется, теперь каждый из молодых зрителей нашего проекта может наметить себе план на ближайшее будущее. Ну, я напомню, что у нас сегодня в гостях была Стефания Виталий-Винничек, молодежный посол цель устойчивого развития. Стеф, спасибо, что заглянула к нам в студию этим утром. Спасибо большое вам, хорошего дня.